МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ-2 вы смотрите новости общественного телевидения Наукограда в студии Антонина Лемкова. Евгений Андреев, здравствуйте. Сначала коротко о главных темах выпуска. Вернулся на родину. Останки солдата Великой Отечественной переданы родным. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Веснялтайский мед, теперь алтайский. Или о том, как патент на сладкий продукт может добавить горечи пчеловодам. Вновь коммунальное ЧП и вновь наразено. Об этих и других событиях расскажем за четверть часа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новая неделя началась в Алтайском крае со страшной трагедией. Сегодня в 5 часов утра в Красногорском районе на 416-м километре трассы М-52 произошло ДТП, унесшее жизни пяти человек. Среди погибших трое детей. Две девочки, двух и пятнадцати лет, и мальчик, семи лет. Вместе с ними в салоне находилась женщина 76-го года рождения. Все они были пассажирами автомобиля Хонда Церве. По предварительной информации, водитель этой машины выхвал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КамАЗом. В результате ДТП водитель Хонды и четверо его пассажиров, из них три ребенка, а также женщина, погибли на месте происшествия. Предварительно установлено, что в иностранном автомобиле никто не был пристегнут ремнями безопасности. Сейчас устанавливаются причины и все обстоятельства этой трагедии. А мы продолжаем выпуск. Шубинский отремонтирован. Пришла очередь Трофимова. Дорожники приступили к капитальному ремонту одной из самых разбитых улиц Бийска. В настоящее время на Трофимов работают три КамАЗа и Фреза. Рабочие снимают старое дорожное покрытие. Движение здесь пока ограничено только частично. А вот с середины недели проезд будет закрыт полностью. Тогда начнется укладка нового асфальта. Поэтому, дорогие автовладельцы, выбирайте пути объезда заранее. Работы, отметим, ведет предприятие Алтай-Автодор. Будет отремонтирован участок от улицы Мерлина до улицы Васильева. Из краевого бюджета на капитальный ремонт переулка Шубинский улицы Трофимова выделено 50 миллионов рублей. Также привлечены средства из городского бюджета. Сначала заключил, потом передумал. Навязывание дополнительных услуг – серьезная проблема, с которой сталкивается практически каждый автовладелец, оформляющий полис ОСАГО. Однако есть совершенно простой способ, как этого избежать. Самая популярная опция, которую водитель не просил, но в итоге получил – страхование жизни. Как правило, стоимость этой услуги примерно 1000 рублей. Таким образом, цена и без того недешевой страховки становится еще больше. А отказавшись от этой услуги, клиент часто слышит в ответ, что неожиданно завис компьютер или закончились бланки полисов ОСАГО. Автовладельца рекомендует в таких случаях обращаться в суд, а предварительно записать разговор с представителем страховой компании на диктофон. Но есть выход еще проще, и о нем рассказали сотрудники БИСКО прокуратуры. Всегда нужно внимательно прочитать текст договора именно дополнительного страхования. Сейчас практически во всех страховых компаниях в текст договора включаются следующие условия. В том случае, если гражданин передумал, в течение пяти рабочих дней с момента заключения данного договора он имеет право его расторгнуть, обратившись официально в страховую компанию, ему будет возвращена в течение 10 рабочих дней полная сумма страховой премии. Именно такой ситуацией можно воспользоваться в том случае, если пришлось заключить обязательный договор страхования совместно с дополнительным договором и полностью вернуть себе страховую премию, которая была выплачена без особой нужды. Производство чулочно-носочных изделий, выращивание рассады, организация детского досуга. За прошлый год 60 безработных людей из БИСКО и БИСКО в районах стали предпринимателями. Свой бизнес удалось открыть при поддержке центра занятости. У одного из предпринимателей наша съемочная группа побывала в гостях на пасеке. Михаил Корчуганов по профессии столер. Больше 10 лет работал водителем, пробовал себя в роли лесоруба, подрабатывал кочегаром. Сегодня же занимается любимым делом. Он нашел свое настоящее призвание – это пчелы. Пасека для Михаила и работа, и хобби. Она заменила все остальные увлечения. Я даже был раньше рыбаком заядлым. Там я с ума сходил, я уезжал даже неделями рыбачил. А сейчас нет, я забыл только удочка. Вот я уже лет 7 или 8 не раз удочку в руки не брал. Вот только с пчелами день и ночь, день и ночь. Вот только развело летом 30, а уже все с ними. Уже пошел там рамки колотишь, что-то делаешь. Пчеловодом Михаил стал не случайно. Можно сказать, что он потомственный пасечник. Пчелами занимались и его родители. Поэтому еще с детства Михаил учился обращаться с этими, как он их называет, ласковыми насекомыми. Интерес не пропал даже после того, как в 10 лет пришлось спасаться от целого роя пчел. Сегодня у пчеловода около 100 ульев. Конечно, одному с целой пасекой справиться было бы трудно. Во всем Михаилу помогает его жена Марина. Бывший бухгалтер не жалеет о том, что уволилась с работы и освоила новое для себя дело. Сегодня вспоминает, как все начиналось. Прилетел рой просто дома на деревце, на яблони посадили яблони, прилетел рой. Вот куда его девать? Где-то у соседа взяли улик, посадили этот рой. И все, вот он один. И пришла идея купить пять штучек. Вот купили, поехали, купили пять уликов. И вот так вот помаленьку. Открыть собственное дело семье удалось при поддержке центра занятости. От государства семья получила финансовую помощь. Сегодня безработный при регистрации индивидуального предпринимателя получает 58 800 рублей. Только за текущий год в Бийске и Бийском районе 14 человек открыли собственный бизнес через центр занятости населения. Сферы разные. Сельское хозяйство, производство, услуги населению. Безработному гражданину нужно обратиться в центр занятости, получить статус безработного гражданина и потом уже обратиться непосредственно за услугой по самозанятости. И уже потом заниматься написанием бизнес-плана. Сейчас администрация города утвердила еще пять бизнес-планов. В скором времени в Бийске откроется новая сапожная мастерская, автосервис. Другие предприниматели будут заниматься детским досугом. Татьяна Свинаренко, Сергей Даровских, Новости ОТН. А между тем, герой этого сюжета еще не знает. Назови он свой мед алтайским и у него могут возникнуть серьезные проблемы. Сладкие войны развернулись в нашем регионе. Алтайский мед, который был во все времена предметом гордости, в одночасти превратился в яблоко раздора. Точнее, даже не сам продукт, а его наименование. Роспатент отдал бренд «Алтайский мед» конкретной одной организации – пчеловодческому кооперативу «Алтай Медовый край». Сделано это было с благой целью – убрать с медового рынка нечистых на руку производителей, торгующих фальсификатом. Однако новость о патенте возмутила многих пчеловодов нашего региона. Покупатели с неохотой берут безымянный мед. А если кто-то из пчеловодов назовет свой продукт «алтайским медом», то в дальнейшем может поплатиться за это рублем. Ведь кооператив вправе требовать денежного возмещения за использование своего бренда. Председатель правления Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Сергей Тастан убежден – теперь и сам алтайский мед превратится в коктейли с химикатов. Есть риск, что его смогут повторить производители из любой точки мира, ведь запатентован конкретный химический состав. На основании той методики, которую зарегистрировали и собственник теперь, который имеет кооператив «Алтай Медовый край», это можно в любом гараже любой точки мира сделать алтайский мед. Сергей Тастан заверил, что до конца будет бороться за своих пчеловодов и потребителей, которым нужен натуральный, а не химический мед. Свою точку зрения он готов отстаивать в суде. Продолжаем выпуск. Еще один солдат Великой Отечественной вернулся домой. Алтайский край в минувшие выходные со всеми почестями встретил бойца 80-й гвардейской дивизии. Его останки из Калужской области привезли белокурхинские ребята. Поисковый отряд «Память» в течение двух недель кропотливо работал на Западном фронте. Предлагаем посмотреть материал наших коллег из Барнаула. Этот скорый поезд прибыл прямо из 42-го. На месте, которое когда-то было частью Западного фронта, бойцы отряда «Поиск» тоже по-своему сражались. Со временем. Успешно. В походных сумках ценнейший груз в истории отряда. Ни у кого из присутствующих не повернулся язык назвать это «Грузом-200». Алтайского солдата Федора Купцова встречали непременно как живого. Из его родного Тюменцевского района в Барнаул приехали племянницы. Пожилой брат остался ждать дома. Вспоминают. Сказать, что семья удивилась весточке. Ничего не сказать. Я говорю, пап, вставай, садись. Он, а что такое? Я тебе сейчас расскажу. Говорю, ты же получишь весть и посылку от брата. Как? Я ему рассказала. И он, знаете, что мне сказал? У меня всегда было вот какое-то ощущение, что я кого-то ждал. Не дождалась солдата его невеста по имени Миладора. Племянницы говорят, она умерла всего два года назад, так и не выйдя замуж. Ее герой Федор Купцов воевал в рядах 298-й стрелковой дивизии. После она вошла в историю как 80-я гвардейская. Связь с солдатом семья потеряла весной 42-го, когда дивизия отбивала высоту под названием Зайцева гора в Калужской области. С тех пор в краевой книге памяти Федор Купцов числился пропавшим без вести. Теперь сведения изменят. Бойцы поиска делают поправку. Останки нашел другой отряд. Но поднимали земляки. Когда сталкиваешься именно с тем бойцом, о котором точно знаешь, что он с Алтая, ощущения немножко другие. Они непередаваемы, если честно. Словами их не опишешь. Радовались, что везем на родину. Кстати, убедиться в том, что перед ними именно Федор Купцов. Поисковикам помог вовсе не именной медальон, а вот это подписанная ложка. Теперь боец будет покоиться в родном селе рядом с могилой матери. Вернуть имена другим неизвестным солдатам в тот же день отправился еще один отряд. Поисковиков из высоты уже в шестой раз проводили в Карелию. Настрой великолепный. И мы знаем, что мы найдем еще. Ну, как говорят опытные поисковики, один солдат, поднятый в Карелии, это 100 солдат, поднятых на местах массовых сражений. Потому что бои шли очень длительные. Экспедиции поисковиков организованы при поддержке депутата Госдумы Александра Прокопьева. Он отметил, что сейчас задача заключается в том, чтобы к 75-летию победы неизвестных могил не осталось. Вернувшись из боя, Федор Купцов уже приблизил поисковиков к этой цели, доказав, как важно даже через десятилетия ждать. Екатерина Гаськова и Александр Антропов. Вместо кровли крону над своей квартирой заполучилась сегодня жительница дома по адресу Разина, 10. На старое двухэтажное здание обрушилось сухое дерево. Вера Скокова проживает на первом этаже дома в квартире номер 6, а ее дочь на втором. Дерево обрушилось на крышу именно над квартирой дочери Веры. По рассказам женщин, тополь в их дворе рос много лет, потом засох. Но специальные службы его убирать не спешили. Сегодня ничего не предвещало беды. Не было ни грозы, ни сильного ветра, но дерево обрушилось на дом. По счастливой случайности никто из жильцов не пострадал. Рухнувший тополь оборвал проводатели коммуникаций. Об этом рассказали сотрудники службы спасения. Они первыми прибыли на место ЧП. Отметим, это уже вторая коммунальная беда на Разина за одну неделю. В прошлый вторник там начала обрушаться четырехэтажка под номером 84. Жители были экстренно эвакуированы. А вот теперь пробило крышу в здании в начале улицы. Как пояснили в администрации города, этот деревянный дом будет расселен в следующем году. Как будут ждать жильцы переезда с прохудившейся кровлей, пока не ясно. А вот кто уж точно был бы рад дырявой крыше, так это звездочеты. Ведь на грядущую ночь придется пик звездопада. И бейчане, скорее всего, смогут увидеть и это природное явление. Метеорный поток Альфа-Цыгниды наиболее заметен будет в ночь с 20 на 21 июля. Единственной помехой в наблюдении может стать облачность. Однако, по прогнозам синоптиков, к вечеру над Бейском должно быть уже ясно. Этот звездопад является не самым зрелищным, зато самым продолжительным. Он растянется на два месяца. Падающие звезды будут редкими, но очень яркими. А вот самым зрелищным считается метеорный поток Персиды. Его звезды тусклее, но зато падает их очень много. Пик этого звездопада придется на середину августа. Тогда за одну ночь можно насчитать более 100 метеоров в час. Так что сегодня вечером выглядывайте в небо и загадывайте желания. Если верить, то они обязательно спудутся. В завершении выпуска уже по сложившейся традиции уделяем внимание бийским интернет-пользователям. Сегодня среди них популярна завершившаяся благополучно история с совой. Дикую птицу, напомним, нашел с друзьями бийчанин Александр Шилкин прямо на трассе, возвращаясь из Белокурихи. Скорее всего, она была сбита автомобилем. Он выхаживал ее на протяжении недели, но птица не поправлялась. К сожалению, специалисты в нашем городе не смогли помочь в этом вопросе. Александр Шилкин написал об этом в группе БИСК «Типичный ВКонтакте». Откликнулась Кира Сомалихина. Девушка увезла сову в Барнаул, в питомник редких птиц Алтай-Фалькон. На данный момент птица находится там и проходит лечение. А после этого снова окажется в БИСКе. Кира решила оставить жить сову у себя. Друзья, мы будем рады интересным фотографиям и видеозаписям, которые вы сняли. Делитесь ими на наших страницах в социальных сетях. Мы есть в Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. А завершаем выпуск мы звонком из тела. Уже на этой неделе состоится Шукшинский фестиваль. И мы попросили Лидию Александровну Чуднову, директора Всероссийского мемориального музея-заповедника имени Василия Макаровича Шукшина, держать нас в курсе того, как к нему готовятся в сросках. Сейчас она с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам об этом, о интересном событии. 24 июля в музее на зеленой сцене в 17 часов начнется фестиваль самодеятельных театральных коллективов и чтецов «Характеры». В этом году у нас заявлено 16 коллективов и чтецов. Это взрослые дети из города Барнаула, Заринска, Москов, Кемеровской области, Алтайского края и из Самарской области. Программа интересная, насыщенная. Она посвящена будет и 70-летию Победы, и, конечно, творчеству Василия Макаровича Шукшина. До свидания. Огромное спасибо Вам за информацию. До свидания. Дорогие друзья, хотите, чтобы и о Вашем мероприятии узнали все зрители ОТЭ, звоните нам в редакцию. Наш телефон 31 10 50. Мы с огромным удовольствием беседуем с каждым. А новости на сегодня это все. Мы на этом с Вами прощаемся. И, как всегда, желаем приятного завершения вечера и всего доброго. Берегите себя и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин